В Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова прошел очередной этап епархиального конкурса скворечников «Не оставим без творца ни синицу, ни скворца». Более ста воспитанников воскресных школ Тульского городского благочиния, учебных и социальных учреждений областного центра, вместе с друзьями и родителями предоставили вниманию жюри свои работы. Мы построили 10 творечников! Мне очень радостно сегодня присутствовать на этом замечательном празднике, организованном Тульской епархии, о котором я узнала случайно, но будучи профессиональным орнитологом и природоохранником, я посчитала обязательным прийти на него, полюбоваться теми домиками, которые изготовили дети для птиц. Главное, что они сделали это своевременно. Птицы однозначно заселят полюбившиеся им скворечники, синичники, даже, наверное, одну из дуплянок, который может и сова себе выбрать, потому что разнообразие тех конструкций, которые мы видим, наверное, удовлетворит очень широкий спектр птичьих предпочтений. После регистрации участников к гостям праздника обратился председатель жюри конкурса городского благочиния, благочинный города Тулы, Бартеерей Сергий Резухин. Этот конкурс проходит в постное время, а святые отцы церкви называют время Великого Поста временем весны души человеческой. Весной, как мы знаем, вся природа оживает, появляется пение птиц, светит солнце, так и посредством Великого Поста наши с вами души пробуждаются от греховной спячки. Как лампада не горит без елея, она гаснет, так и истинное пощение невозможно без творения добрых дел. И вот мы с вами знаем, что скоро совсем прилетят птицы, и эти птицы, конечно, украсят нашу с вами жизнь. И поэтому мы с вами, вот, по мере своих сил, участвуем в этом конкурсе, сделали такие прекрасные домики для птиц, чтобы свою любовь, свое милосердие направить, конечно, и на это прекрасное Божие создание. Участники конкурса и гуляющие по парку горожане любовались птичьими танцами и с удовольствием рассказывали о своих поделках, делясь впечатлениями от праздника. Мы семья Бобровых. Так получилось, что я и мама, и одновременно учительница 70-й школы, где учится этот прекрасный ребенок. О конкурсе я узнала, получив информацию на сайт школы. Этот конкурс меня заинтересовал также потому, что мы являемся прихожанами Свет-Покровского храма. Поселка Южный, и отец Сергий, протеерей Сергий Архипов, наставитель нашего храма, тоже рассказал нам об этом конкурсе. Идея сделать сказочную избушку принадлежит Ярославу, а вот воплощать ее нам помогал наш папа, Роман Бобров, который сейчас не смог с нами приехать. Конкурс нам очень понравился, вызвал эмоциональный положительный отклик, и было бы время, мы бы еще бы наделали скворечников. Пришла телеграмма сегодняшней ночью, пришла телеграмма с пометкой срочно, знакомый скворечник написала, вылетаю, пребуду на днях с перелетной стаей. Надеюсь, мой новый скворечник готов повести повыше от хитрых котов. Мы ученики воскресной школы храма Серафима Саровского, наш настоятель, отец Сергий. Наша любимая учительница Ольга Ивановна, она нас учит творить добро, любить Бога и близнего. Наши скворечники сделали, мой папа, нам помогали родители. А раскрашивали их наши девочки. Мы узнали о конкурсе, случайно зашла на сайт нашей митрополии и увидела о том, что там стартовал конкурс. Мы решили принять участие всей семьей, правда, еще не хватает одного члена, у нас четыре дочки, но заболела одна. Папа, естественно, отвечал за техническую часть, а дети за украшения. Решили выполнить не очень яркими, чтобы птички все-таки в этих синичниках поселились и жили. Украсили их крестиками, птичками, ну, чтобы, как говорится, была Божья благодать. Гуляем по парку с внучкой, прогуливаемся, увидели мероприятие очень хорошее. Ребятишка со скворечниками. Вспомнили молодость свою, да, скворечники лепили. Очень хорошее мероприятие. Проводит церковь. Надеемся, наша подрастет внучка, примет тоже участие в дальнейшем. Очень хорошо для ребятишек. Доброе дело. Представители социальных учреждений города не только изготовили для конкурса скворечники, синичники и кормушки для птиц, но и согрели людские сердца, творческими выступлениями, презентациями птичьих домиков. Теплым месяц апреля прилетят сюда скворцы. Домик тепленький отыщут. Всей семьей займут жилище. От восторга станут петь. Мы строим скворечник. У нас есть черчок, чтобы домик наш был на скворечник похож. Взяли мы по пиле и по молотку, делаем скворечники. Всем на загляденье. Скворушкам для пения. По завершении мини-концерта состоялся своеобразный парад скворечников, позволивший и членам жюри, и зрителям определить победителей. Все они примут участие в финале конкурса «Не оставим без дворца, ни синицу, ни скворца», который пройдет в начале апреля в Дениове. Птичьи домики остальных участников украсит центральный городской парк. День добрый, день добрый, день добрый, день добрый, леса и поляр. День добрый, день добрый, я рад, что вернулся в родные края. День добрый, день добрый, увидеть вас вновь я всем сердцем хотел. И вот прилетел, 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 прилетел. Сейчас в парке проходит очень хорошая акция «Домик для птиц». Парк очень большой, много лесного массива, и птицы будут очень рады такому подарку детей. Мой отдел лесного хозяйства с даром, с благодарностью принимает этот подарок детей. И на этой предстоящей неделе будущей обязательно все скворечники будут установлены на мемориальной части парка, на Белоусовской аллее, на аллее Есенина, на экологической тропе. Я думаю, что это будет достойное пополнение жилищ для птиц, которые обитают в нашем парке. Человеческая душа подобна зеркалу. Когда это зеркало отражает образ Господа, оно является отражением душевной красоты, озаряясь которой человек следует Божьему промыслу, который печется и о людях, и о всякой малой птице.